Ну вот, женщины жрут, мужчины снимают видеоблог. Очередной выпуск, дорогие друзья, всем привет! На этот раз летим в Грецию. Очередной вам аэропорт города Риги, откуда, собственно, вылет нашей Ильи произойдет буквально через пару часов. Сегодня у нас 2 октября 2016 года. На улице промозглая погода, дождь и прохладно. Я в кофте и в куртке. Посмотрим, что будет в Греции. Мы проведем тест замечательной камеры. Конечно, не GoPro, но тоже более-менее. Ну, выкупаемся, посмотрим, что на дне моря. Места тут, конечно, как в автобусе. Мест для ног нет совершенно. И да, здесь не кормят, только за деньги. За окном льет дождина, поэтому, к сожалению, снять красивый взлет не получится. Поэтому встречаемся в Греции. Ну что, вот она, Греция. Ираклион. И по традиции покажу, на каком красавце мы прилетели. Вот на таком вот Аэрбаз А320. За нами уже приехали автобусы. Немножко подождали минутку, но зато попали в совершенно пустой автобус. Hyundai новый. Новый Hyundai, да. И тут 26 градусов, дорогие друзья. Это круто. Комфортабельный и пустой автобус. Ну что, Wi-Fi, конечно, здесь нету, к сожалению. Где наш Millennium? Мужчина в очках. Все, мы нашли нашего трансфера. И вот выходим. Офигеть. Выходим в теплый Крит. Все, нам на девятую стоечку. Солнце печет. Ой, 26 градусов во всей своей красе. Вот она. Ты меня тоже снимаешь. Ну, автобус, в принципе, стандартный. Но по сравнению с Египтом, разница заметна. Очень-очень все культурно. И даже не взяли доллар за то, чтобы погрузили наши чемоданы в багажное отделение автобуса. Так, дорогие друзья, как вы видите, на конверте написано то, что на первую встречу с гидом принесите с собой ваши билеты для подтверждения вашего обратного вылета. Все это фигня. И ваш вылет будет подтвержден и без этого. Не верьте. Вот дали такой же красивый буклетик. Значит, мы здесь, а едем сюда, в Ритимно. Также мы посетим, наверное, Ханю попозже. И красивую бухточку, которая находится где-то здесь. Хей, мы наконец-то приехали к нашему отелю. Вот он, вот он такой вот. И Ритимно очень колоритный и очень такой тепленький городок. Я чуть не уронил чемодан. И мне уже, мне уже тут все нравится. Улицы тут, кстати, идут под уклоном. Так, ну что, вот уже вход его главный. Пойдемте внутрь. Ну что, начинаем обзор номера. И обзор любого номера начинается с туалета. Идемте в туалет. Ну, честно, я скажу, тут так все старовато. Но, но чисто. Два велоснежных полотенца без пятен. Ну, видно то, что отель старенький, но, в принципе, нормально. Даже бумага раз-два, все есть. Дезинфицировано. Маленькие два кусочка мыльца и маленькие два геля для душа. Ну, и фен. Идем дальше. Здесь у нас полотенце для ног и душ. Душ, конечно, гигантский. Я не знаю, если вы толст, то, ну, вряд ли он вам подойдет, потому что он действительно очень и очень маленький. Свет работает только, когда вставлена вот эта вот штука. Это ключик такой, он вставлен в специальное место. Тогда включается электричество. Так, идем дальше. Здесь у нас шкаф. в шкафу у нас обычный набор вешалок, одеяльца. Ну, в принципе, все чисто, более-менее нормально. И сейф. Сейф, кстати, стоит 2 евро в сутки. Он платный. Кровать. Ну, что, дорогие друзья, кровать, больное место этого номера, она маленькая. Допустим, высокие кабаны типа меня. Ну, не знаю. Скажу я вам, наверное, свое мнение после того, как на ней посплю. Ну, ребят, она мне маленькая от кровати. Прекроватная тумбочка. Древние два пульта. Телефон, ночничок, тумбочка. Что касается белья. Ну, ладно, белье чисто. Хорошо. Также тут у нас есть столик. Ну, тоже старый, но чистый. Даже его протерли. Два ящичка. Холодильник? Холодильник. Ну, в принципе, да, это... Да, четырехзвазочный отель. Да, холодильник он должен быть. Ну, уже хорошо. И то, чем они меня сразу же с самого старта купили, это халаты и тапочки. Я это обожаю, дорогие друзья, хоть это и не обязательно в четверках, но здесь они их положили. Все супер. Две фрезеточки и телевизор. Маленькая плазмочка. Кому интересно, российских каналов две штуки. Остальные тоже интересны и подойдут тем, кто знает английский язык. Также есть много местных каналов. Классная штука, кондиционер. Так как мы были в октябре и по ночам было прохладно, он нам не понадобился. Мы его включали всего лишь один раз и получалось так, что он дует прямо на кровать. Наверное, в жару это большой минус, потому что простудиться под ним проще простого. А вот это реально удобная штука. Управление всем светом, прямо не вылезая из кровати. Номер очень-очень маленький. Он выходит на тихую сторону улицы, то есть во дворик. Давайте выйдем на балкон, посмотрим. Здесь просто шикарно вечером сидеть и при свечах пить вино. Очень все супер и в таком греческом стиле мрамор, колонны. и греческий колорит. И такой вот очень тихий садик. Что это за дерево, я не знаю. Под балконом крыша, то есть если ты уронишь свой айфон, то далеко он не укатится. Что касается Wi-Fi, в отеле он есть в каждом номере. В принципе, скорость вполне приемлемая, чтобы смотреть видео на YouTube. Вот такой вот у нас коридор с приглушенным освещением. Но пока мы не вышли, вы можете насладиться этими чудесными древними ступеньками из мрамора. И вот такой вот тут холл. В принципе, здесь круто. Когда-то это был очень-очень роскошный отель. В принципе, и сейчас неплохо. Нормально. Но да, до четверочки ему еще далеко. В этой маленькой комнатке по всей видимости проходят встречи с гидом. Но мы это не проверим, так как на встречи с гидом мы не ходим. А здесь весы. Затем евро. Еще одна классная штука в этом отеле такая комната для игр. с каким-то камином красивым стилизованным и столом для покера по-моему. Здесь можно взять почитать книги. Вот тут целый стенд как есть. Ну в основном они вроде греческий язык, но встречаются и на английском. Также тут можно взять карты, домино, шахматы. Окей, покажу вам лифт. Значит, вот так вручную все открывается, заходится сюда, и вот так все очень мало места. Все, нажимай кнопку. В лифте играет музыка. Ну, очень мало места. Втроем тут, ну, нечего делать просто. Ну, все, мы на пятом, на последнем этаже, если это, конечно, пятый, ну, по-моему, пятый, да. И говорят, где-то здесь есть бассейн, мы пришли его смотреть. Ого, открывается шикарнейший вид на горы и вообще на ретимно. Стоят красивые растения. И вот так вот, вот так вот выглядит греческий город. Так, я так понимаю, что бассейн где-то там. Ну, все, идем в бассейн. Ага, антенки. Вот оттуда, видимо, интернет у нас и передается в номер. Есть спасательный круг. И действительно, какой-никакой, но бассейн. вид, я вам скажу, тут шикарнейший. Метров, наверное, метра два, я бы сказал. Ну, ладно, мы еще посмотрим. Я нырну сюда с экшн-камерой и действительно посмотрю, сколько там глубина и насколько теплая вода. Ну, на первый взгляд, вода чистая. и какие-никакие лежачки тоже, в принципе, все целые, более-менее адекватные, в хорошем состоянии. Ну, вид-то какой. Ай-яй-яй. Вот так это выглядит, ребят. Ну, конечно, на видео это все не передать, но это надо видеть, просто видеть. Очень стилизованный город. В принципе, вот то, что я хотел. Зачем я приехал, то, как говорится, я и получил. Ну, что, давайте пробовать опускать камеру в бассейн и смотреть, чего там будет на дне. Хотя, в принципе, уже понятно. Напоминаю, мы находимся на крыше нашего отеля, Джоан Пайлес. поехали в бассейн. Сейчас уже вечер и слегка прохладно. Ну, вот, как-то так. С этой стороны у нас расположена сосна или нечто похожее и другие разноцветные тоже очень красивые деревья. Я бы сказал, там какой-то или парк или что-то похожее и дороги. На Крите кипит жизнь, дорогие друзья. И там море и залив. И где-то там, в той стороне пляж. Я поймал шпиона. Шпион меня снимает на камеру. Давайте посмотрим вниз. Очень высоко и не менее красиво. А в вестибюле отеля прямо при входе стоит графинчик. А в графинчике налито раки. Местная водка. И для закуски печенюшки. А вот это вегетарианский вариант ужина в отеле. Сыр фитаки, перчик. Что скажешь про рыбку и про мяско? Вкусная рыбка в хорошем соусе. Мяско тоже хорошее. Каждый вечер все хорошо. А вот так выглядит ужин в отеле. Как видите, есть мясо, пюре, морковка и прочие интересные блюда, в том числе и мясные. Все приготовлено очень качественно. Сыр обожаю его. Очень горячие блюда, вроде кальмары. И конечно макарончики и какие-то интересные штуки запеченные. Также есть суп, хлеб и фрукты. В принципе неплохой выбор десертиков. Вот как видите, здесь уже многое что скушали. И какая-то интересная паста. Сам я это все не ем. Но говорят, что нормально, вкусно. что касается салатов, здесь ситуация шикарная. На любой вкус много всего. Греческий, сыр, фитаки и многие другие. И конечно же оливки. Они тоже очень вкусные, местные и свежие. Вот он, сыр фитаки. Очень все качественно приготовлено и вкусно. Единственный, я бы сказал, минус ужина. Это платные напитки. Допустим, эта водичка стоила 1 евро за литр. Помещение, в принципе, я бы сказал, достаточно маленькое. И вино, которое тоже можно купить. И вот так примерно выглядит завтрак. Завтрак вегетарианца. Завтрак нормального человека. Вегетарианца нормального. А это настоящий греческий йогурт с фруктами. Штука невероятно вкусная и полезная. И небольшие выводы по отелю. Начнем с минусов. Первое. Номер очень маленький, не уровень четверки. Второе. Мебель старая, маленькая кровать и кондиционер дует прямо на нее. Третье. Экстремально маленький душ. Взрослый человек полностью не помещается. И четвертое. Это платные напитки в концепции халфборд. Плюсов больше. Первое. Это отличная команда отеля, приветливый персонал и хорошая ежедневная уборка. Второе. Для городского отеля отличное расположение. Огромное количество таверн и магазинов рядом. Пляж в 10 минутах. Третье. Домашняя обстановка и уют. И очень вкусная еда. Четвертое. Хороший бесплатный Wi-Fi в номерах. И пятое. Да, друзья, это относительно низкая цена тура. Вывод. Отель Твердая городская тройка. Отдыхать там можно, но только за небольшую стоимость.